В первую десятку главных убийц на планете вошли семь неинфекционных заболеваний, среди которых болезни сердца. Они остаются главной причиной смертей в мире. Причем с каждым годом от них умирает все больше и больше людей. Именно врачи-кардиологи занимаются диагностикой и лечением различных заболеваний сердца, таких как стенокардия, инфаркт миокарда, аритмия, недостаточность кровообращения и других. 6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Об этих специалистах наш следующий репортаж. Этому мужчине 68 лет. Еще в начале недели он был бодрым и прекрасно себя чувствовал. В один миг ему стало плохо. С вызовом скорой помощи затянул последствия на глазах. Сейчас он находится в палате реанимации интенсивной терапии кардиологического отделения Тверской ОКБ. Диагноз – инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, который осложнен отеком легких и кардиогенным шоком. Такие пациенты с острой формой сердечных заболеваний поступают в отделение, увы, нередко. Срочную помощь оказывают именно здесь. Могут быть ситуации, при которых острый коронарный синдром – дебютное проявление ишемической болезни сердца. И абсолютно здоровый, как казалось, на самом деле нездоровый, больной атеросклерозом человек впервые испытывает тяжелую боль в груди. И потом оказывается, что это острый коронарный синдром. Также это может случиться у тех пациентов, которые уже когда-либо перенесли инфаркт – одну из форм острого коронарного синдрома. А также у тех, у кого появились некоторые симптомы, указывающие на ишемическую болезнь сердца. Здесь важно вовремя обратиться к врачу. В противном случае относительно легкая форма ОКС переходит в инфаркт миокарда. Медики категорически настаивают. Не стоит самому себе ставить диагноз и исключать острый коронарный синдром. В случае, если вы чувствуете боль в груди, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Ведь последствия могут быть самыми необратимыми. Основной контингент пациентов в кардиологическом отделении Сприт – СОКС. То есть с острой формой ишемической болезни сердца, когда есть подозрения в развитии тромбоза коронарной артерии. Именно в областной клинической больнице готовы и могут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Есть формы острого коронарного синдрома, при котором необходима экстренная коронарография и стентирование. То есть это эндоваскулярные операции с имплантацией стента в просвет сосуда сердца, там, где визуализируется тромбоз. Работаем совместно с отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Крупное отделение с семью специалистами-рентгенхирургами, которые выполняют вот эти операции, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Дмитрий Юрьевич работает кардиологом уже не одно десятилетие. С 2001 года он возглавляет кардиологическое отделение ОКБ. Специалисты отмечают, что часто люди именно в пожилом возрасте проявления заболеваний сердца воспринимают как возрастные изменения организма, что категорически неправильно. При первых болевых ощущениях следует обратиться к кардиологу для консультации. Врач напоминает, что человеку, не имеющему медицинского образования, стоит хотя бы в общих чертах понимать, что представляет собой та или иная болезнь сердца или сосудов, чтобы при подозрении на ее развитие не терять драгоценное время, а сразу же обратиться за помощью. Например, проявление атеросклеротических болезней. Боли в области сердца, особенно возникающие при физических нагрузках, должны вызвать самое пристальное внимание. На более ранних этапах важно внимание к картериальному давлению, ритму сердца. Любые жалобы, которые у пациента возникают, и он может связать их с болезнью сердца, должны послужить поводом обратиться к врачу. К сожалению, в 21 веке наблюдается глобальное омоложение многих заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых. После 40 лет в обязательном порядке раз в год посещать профилактические осмотры. Помните, что игнорирование симптомов – путь к длительному лечению. Для правильной постановки диагноза следует пройти первичный осмотр, инструментальную диагностику. Только после этого специалист на основании собранного анамнеза пройденных манипуляций назначит эффективное лечение. Не забывайте и о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, правильное питание и режим дня, прогулки на свежем воздухе – залог вашего здоровья.